привет мои дорогие друзья и зрители мы опять собираемся в путешествие грузим наши чемоданы и поезжаем вот главный грузчик у нас радостные и веселые потому что давно никуда не ездили а сейчас наконец-то мы можем поехать куда-то вот мы готовы к отъезду мы загрузили чемоданчики и отправляемся поехали мы выезжаем золотых песков в 11 55 температура воздуха 23 с половиной градуса на золотых песках светит яркое солнце вот наш маршрут по болгарии а едем мы в грецию вот цены на бензин и на дизель 3.47 и заправляемся попьем кофе вот газпром заправка работает дизель три сорок четыре так на крайне димитровграда вот населенный пункт по дороге к магазин называется козлец а да вот и зовет это кирджолима Сейчас мы отъедем от Куржи. Вот такая вот жаль. Через 800 метров. Поверните направо. Мы отъезжаем сейчас. На нашу ночевочку. Вот такая у нас дорожка. И мы едем в населенный полн глава Тарца. Или глава Тарца, не знаю. Вот тут. Вот что-то тут порушено все. Мы прямо едем сейчас. А вот здесь, ой, какой-то дворец. Прямо через 200 метров. Поверните направо. Затем. Поверните налево. Это что-то такое. Серьезное. Так, вот такой кот идет спокойно. На улице города никого не видно. Вот мы тут едем по Каджели, но никого не увидели. Одни собаки. Вот собака, вон там собака. Пробитая собаками. Наверное, эту собак тоже десять раз стареет. Угу. Ничто ужасно. Но я ничего не верю. А я ничего не научила. Поверните налево. Направо. Вот здесь вот речка должна быть. Она должна быть полноводная. Но сейчас нет. Это заверка превращается в такую тоненькую речку. Ну, шо это за вещь? Это точная канавка. Да. Ужас. Вон тут, видишь, какие Каджолицы. 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 Ой-ой, какая тут красота. Ой-ой-ой. Боже мой, едем прямо. Каджоли, это город. Тут, 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 туда не надо. Вот сюда. Каджоли город контрастный. Да. Ну что, вот тут все какая-то разруть. Разрухинь. Кириллова, Кишта. Да что ты. Ну, а что, вот с этой стороны дома ухожены, а с той просто развалили. Кирилловой Кишта. Ой, а посмотри, вот эта красота. Старинный дом, да. Ужас. Да. Ну, есть вот подвижки, видишь. Вот Главатарский хан уже указатель 7,5 километров. Мы едем ночевать в отель Главатарский хан. Ну, а едем мы по Каджоли. Показываем вам город, как он есть. Разруха. Местами. А местами большие дома. Город находится у границы с Грецией. Поэтому, я думаю, он довольно богатый. Связи с Грецией очевидны. Тут Кириллова, она вон туда, между прочим. Вон, видишь, указатель. Да. Можно прямо ехать по указателю. А вот тут у нас вот такая паунька. Какие-то источники. У нас затопило. Мы едем в элитное место. Заметно. Посмотришь, там будет красиво. Очень люди все довольны. И мы едем еще светло, обратим внимание. Препиралась. Это упрощает нашу задачу. Я думаю, в темноте тут, конечно, по этим... Ехать было бы не сахаром. Вот там город. Вот город. Красиво здесь. Не знаю. Видел что-нибудь или нет. Здесь у нас закат ожидается. Нам всего 10 минут осталось. В общем, мы едем куда-то наверх. Вместо того, чтобы ехать такие за верх, мы куда-то поднимаемся. Значит, где-то будем спускаться. А то... Ого, тут горки. Вот такие вот места здесь. Недалеко от Каджали. Вон там люди гуляют. По полю. Да, по полю с ребенком. Глава Тарция. Так, все. Вот, видишь, мы сейчас туда-то забуримся прямо по этой дорожке. Эта дорожка одна. Она такая узкая, и она там закончится. Эта дорожка специально они делали для этого отеля. А она двухсторонняя? Ну, конечно. То есть тут могут выехать на встречу? Да, могут. Вот какое красивое место. Мы сейчас едем прямо вдоль... А, еще нет. Мы сейчас подъедем прямо к Язоверу. То есть к озеру. Язовер это Бабаловский озеро. Вот едем прямо к озеру сейчас. Ну, дорога вполне, по-моему, ровненькая. По сравнению с тем, что мы ездили раньше. Через 800 метров. Тут можно загребание. Держитесь правее. А, точно. Ну, пойдем загребание. Сюда. Вот так. Тут стричка. Очень узкая дорога. Все разъезжаются аккуратно. Да, иначе тут обрыв слева. Это изовер. Это изовер. Сбегаем, да. Посмотрим. Бегом. Красота. Вот так вот. Красота. А вон там пляж. Ой, вон там остров. Остров, сокровищ. Ресторон Моби Дик. Прямо на берегу. Там закат. А там закат, да. Вот он. Котельский комплекс. Вот сюда заедете? Вот сюда. Вот сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, туалетик при входе, так примерно выглядит, все культурно, финно, вообще это прекрасно, все блестит, все новое. Так, ну и естественно наш номер. Подсветка над кроватью. Так прекрасно. Такой вот номер. Кондиционер Дайкин, мини-бар, роутер, свой телевизор, Hitachi. Вот так все стильненько, чистенько. А потолочек вот так стильный. Номерочек, конечно, небольшой, но стильный. Ночной отель. Все спят, а мы в два часа ночи явились. Продолжение следует... Такой замечательный нас вид из окна. Как видите, народу никого нет. Еще утро. Но не ранее. Здесь много корпусов. И так тихо-тихо. Вот такая небольшая лоджия. Мы находимся на территории отельного комплекса «Глава Тарский Хан». Вот здесь находится у нас бассейн. Это спа-комплекс. А тут кафе-бар. Музыка. 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 Мемонада. Мохита. Тенис. Музыка. 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 тут есть касса в интересных все выходы как-то закрыт и вот вход еще один размеры сестра нет тут снег бар еще маленький бассейн нет этот из пластмассовый ну ты же видишь уверены вот еще бассейн маленький я думаю что это детский красота супер тут есть вот такая дорога и можно доехать до пляжа он тут мило на самом берегу да обалдеть он такой язовер карчали это его самое широкое место дальше он мелеет обмелеет и там дальше превращается в ручейок и 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 Вот вид на Карджоле из окна автобомбиля. Видите, какие у них тут площадки, корты, футбольные поля. Не все так плохо, а вот впереди и завир, и мосты. Красота. Мы находимся в Карджоле и едем на границу Макказа, переход Макказа. Вот такой городок, в нем сейчас 24 градуса, уже час дня, не жарко. Ну, сентябрь, что? Лето прошло. Городок живой, такой довольно зелененький. Ну, а много, конечно, есть еще над чем работать. Будем работать. Не нам, конечно, а жителям этого города, но... Там что-то впереди. Памятник, что ли? Через 200 метров. Круговые движения. Первый съезд. Сейчас посмотрим, что там впереди. А, нет, это Туя. Я думала, памятник. Где круговое движение? Ну, а там Туя в середине. А, слушай, нет. Туя, но все равно это какой-то дизайнерский объект. Да, слушай, вообще объект... Какой-то прямо объект. Круговые движения. Первый съезд. Круговые движения, да. Ну, какой-то объект. В общем, из каких-то трубочек сделано что-то. И здесь круговое движение. А мы сейчас едем в Петро, вот в этот? Или куда? Или поворачиваем? А, поворачиваем сюда, да. Поворачиваем, да. Вот Маказа, 52 километра. Указатель. Вот мы едем по указателю. И по навигатору. Оп. Ну, движение в городе очень почему-то плотное. Но сегодня какой день? Среда. Сегодня среда. В городе тепло. Тепло ощущение намного выше, чем 24 градуса. Вот Магазин Мидл. Так. Помнишь, мы здесь останавливались как-то? А вот ОМВ может заехать. Так и вот он может ОМВ может заехать. Да. Ну, там народу. Ну, хорошо. Хорошо думаешь? Ну, а там, значит, будет еще там следующий Лукоил. Я вижу. Нет, Лукоил я не хотела. Так. Ну, вот так, 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 так. Народу очень много перед границей заправляется. Видимо, в Греции бензин дороже. А здесь у нас дизель 3,45. Ну, отличная цена. Дизель 3,45. Вот тут видно. Да. Мы едем на границу. На пункт пересечения границы называется Маказа. Значит, до Маказа у нас отсюда 45 километров от Каджали. Ну, мы уже покинули практически Каджали. И едем прямо уже на границу. Погода отличная. Сейчас пол второго. 25. 26 градусов. Посмотрим, как мы будем проходить границу. Сегодня середина недели, среда, поэтому не выходной никакой. Посмотрим, что в сентябре происходит на границе. Мы видим встречный поток довольно большой машин с границей. Но, к счастью, у нас пока что мы не видим большого наплыва. Но на это мы очень и рассчитываем. Погода нам повезло. Погода прекрасная. Тут по бокам горы, горные породы, лес. Ну, такая местность интересная. Вот до границы уже 38 километров. Не, не успела. Ну, вон, скала. Там что-то очень красивое место. Скала и две скалы. А, там у них разработки. Да, 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 да. Они там камень добывают. Просто не поняла какой. Ну, а тут просто... Просто лес и поляна. Ну, вот здесь небольшие горки. Ну, да, отсюда может нам насыпаться камня. И даже без сетки. Но они чем-то политы, да? По-моему. Ну, вот здесь это остатки изовира. Вот за мостиком. Остатки изовира. Он пересох весь. Может, это не тот изовир? Да, но здесь уже он просто пересохшее русло. Там есть, есть. Есть немножко воды. Ну, да. Пересох на 180. Да. На 180. Красивый вид. У нас за помоечкой. Мы так классно едем. Ты что снимаешь? Да. Мостики. С этой стороны у нас изовир засохший. Вот тут видишь. С этой стороны у нас красота. Наконец-то мы одни. Красота. Поснимаем то, что видим. У нас до границы осталось 27 километров. Здесь красивый вид на изовирчик. Горная речка. Там пасутся коровки. Красота. Да. И вон, дорогу видно все. Она тут петляет. Да. И мы сюда. Речка петляет. Дорога петляет. Красота. Вот такая у нас тут. Красота. Так. Так. Вот осталось 10 километров до граничного пункта Макказа. Вот такой у нас пейзажик за окном. Так. А помнишь, когда была длинная очередь, мы стояли откуда-то прямо вот отсюда? Как-то помнишь? Такой был момент. Там было метров, наверное, 300. стоят. Вот. Румыны несутся на границу. Очередь. Я думаю, что если будет очередь, то это будет очередь из Румын. Потому что больше никто туда не едет. Ну, правда, еще были Молдаване. Проехали. Ну, а так Болгар что-то как-то сильно много не видно сейчас. Посмотрим. Продолжайте движение прямо. Так. Вот мы находимся за один километр от границы. Вот здесь написано «Мейтница». И вот мы… Ой, вон она меня уже снимает. Камера. Не надо здесь снимать. Мы приехали. Я не говорила. А. Мы приехали, друзья. На границе никого нет. Такая очередь на границе на въезд. Мы только что покинули границу. На границе мы были первыми. Пять минут постояли. Два пальца я приложила. По-моему, у него ничего не сработало. Он сказал «Окей». А тут какая длинная очередь. Мама дорогая. А мне сначала сказал «Иди сюда». Да. А потом «Постой». А потом вот тебе паспорт. Доезжая. А печать-то поставил? Поставил. Я не слышала звук. Просто не видела. Все. Мы в Греции. Заряжаю свою камеру, потому что камера уже разряжена. И все. Мы едем в отель. Эту дорогу я снимала много раз. Уже все тут изъезжено. Каждый раз она радует. Дорога прекрасная. Все. Мы поехали дальше. Здравствуй, Греция. Привет, болгар. Болгарский вам привет. Да, да, да. Здравствуй, Греция. Ура. Красота и простор. И безграничная свобода, которую дает Греция. Ура. Продолжение следует.